Добрый день! Мы находимся в деревне Макеевска Ярославского района Ярославской области, 25 километрах от Ярославля. Я, Мякина Валентина Васильевна, руководитель детского общественного движения «Искатели» и комплекса школьных музеев. Наше знакомство мы начинаем рядом со школой на крутом берегу Никикисьмы, где находится святое место для каждого жителя нашего края. Мемориал памяти и славы. На мемориальных досках нанесены фамилии более 600 наших земляков, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Их тоже собрали краеведы и уточняли в военкомате, в местной администрации и встречаясь с семьями погибших наших земляков. Проведение парада солдатской песни, шествия бессмертного полка, организованных несколько лет назад по инициативе школьных краеведов. Здесь проходят митинги, другие мероприятия. Непосредственно во дворе школы находится памятник герою Советского Союза, летчику-стромовику Рытову Александру Ивановичу. Его судьба ребятами изучена и опубликована в региональной, районной и нашей местной книге памяти. А в этом году, наряду с другими земляками, материал о нем представлен на сайт Всероссийского проекта «Лица Победы» и регионального проекта «Герои Ярославии». Под тенью дубов, посаженных выпускниками, есть картосхема, информирующая всех прибывающих в наш край о знаменитых земляках, о культурных, исторических и природных объектах, которые можно посетить во время наших экскурсий. На территории школы установлен стенд, указывающий маршрут краеведческой тропы по Лютовскому краю. Тропа оборудована указателями туристской навигации и информационными стендами. Кстати, средства на них заработали сами краеведы за победу в региональном конкурсе программ летнего отдыха детей краеведческой направленности по тропам родного края. Тропа востребована по ней путешествовать на велосипедах, автомобилях, лыжах. Бывают пешие проходы. Мы в музее боевой славы. В нем проводится обзорная экскурсия, рассказывающая о географиях наших земляков, о тружениках тыла, о вдувах, о детях, судьбы которых связаны с военным временем, а также, как продолжают традиции защитников Отечества наши краеведы, наши выпускники. Краеведами школы выпущено 4 местных книги памяти. Последняя – «Судьба семьи, судьбе России». В 2018 году наследство из фонда президентских грантов. В рамках проекта «Мы свой дом построим сами». В музее боевой славы хранится 118 портретов земляков. Именно с них начиналась добрая традиция шествия бессмертного полка в деревне Макеевская. В ней одно с музеем находится демонстрационный класс, где мы показываем краеведческие видеофильмы. В музее уже не вмещаются наши экспонаты, поэтому последний раздел, посвященный экипажу бойчиков, погибших в июле 1943 года, в деревне Мужево, оформлен именно здесь. Мы – участники всероссийской акции «Горсти памяти». Это этнографический музей «Мир русской деревни». Именно в нем прослеживаются традиции формирования веками истинного патриота, защитника Отечества. Являются активными участниками инсценировок, обычаев и обрядов родного края, победителями всероссийских конкурсов. В Краеведческом музее изучается Эстония края, школы, а на уроках используются пособия «Страницы Эстонии Лютовского края». Поиск краеведов продолжается. Те, кто в нем участвуют, как правило, успешны в профессиональном самообъеделении в дальнейшей жизни. Такие выводы я сделала за 25 лет занятий с детьми-краеведением. За это время они написали 102 исследовательских работы. Среди краеведов – 10 губернаторских стипедиатов. Спасибо за внимание. Вам успехов, насыщенной и интересной жизни. Дел, полезных для человечества.